Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белошева. Добрый вечер в Украине. 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 Много раз угрожал мне лично, по его команде фабриковалось в отношении меня уголовное дело. Мне даже пришлось скрываться, потому что была угроза моей жизни. Рассказывает, вернуться в страну решился только после Майдана. И сейчас, говорит, продолжает вести антикоррупционную деятельность. Подозревает, за это и поплатился. Вот как отвечает Кернес на такие обвинения. И что если у такого человека больное воображение или больная фантазия, я ему советую обратиться не на телевидение, не ко мне, а в определенные лечебные учреждения. До свидания. Искать самостоятельно поджигателей Маринин не собирается. Говорит, пусть этим занимается полиция. Зацепок пока немного, на видео лиц не разобрать, а приехали парни, судя по всему, на такси. Но, по словам экс-депутата, это не единственная камера, поэтому, возможно, появятся новые улики. Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интер, Харьков. В Одессе снова буксует судебный процесс по делу о беспорядках 2 мая. На этот раз по вине правоохранителей. Что же пошло не так? Узнаем у Андрея Анастасова. Сегодня в деле по 2 мая стороны собирались выслушать главного свидетеля обвинения, антимайдановца Александра Пасмиченко. Его даже доставили в суд под охраной. Но неожиданно не пришел прокурор Владимир Дудкевич. Заболел. А явившийся вместо него Константин Щербина заявил, что не готов к заседанию и попросил отсрочку. Я часто вознаелся, смотрел на проваливание, но полностью я их не вышел. Подсудимые тут же возмутились, мол, прокуратура затягивает процесс, причем намеренно. Так может они просто не готовы поддерживать обвинения. Надо поинтересоваться в Генеральной прокуратуре. И судьи прислушались, направили в ГПУ обращение с вопросом, почему прокуратура делегировала на заседание неподготовленного специалиста и все-таки перенесли заседание на следующую неделю. Приняты соответствующие заплаты и решили вопросы о притягивании до дисциплинарной ответственности службовой особи прокуратуры, которая ответит за належную организацию поддержки государственного вырубачивания. Тем временем подсудимый Евгений Мефедов продолжает голодовку, считает, содержать его под стражей нет оснований, но начал пить воду. Голодовку также продолжаю до того момента, пока меня не выпечет на воду. Через несколько дней будет вторая годовщина Одесской трагедии. Суд, который начался полтора года назад, рассматривает пока только первый эпизод событий, когда на Греческой улице во время беспорядков погибли 6 человек. В организации этих уличных столкновений обвиняются 20 антимайдановцев. Что же касается пожара в Доме профсоюзов, который унес жизни 42 человек, то досудебное расследование продолжается до сих пор. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин. Подробности телеканал Интер. Одесса. Рубенс у моря. Грабители, которые обчистили итальянские музеи, похитили коллекцию шедевров Ренессанса, скрываются в Одессе вместе с полотнами. Об этом заявляют итальянские следователи, которые обратились за помощью к украинским властям. По данным зарубежных правоохранителей, в ограблении участвовали двое граждан Молдовы. Сейчас они в Одессе. По просьбе итальянцев прокуратура отслеживает телефонные звонки этих людей, чтобы выйти на их след. Напомню, ограбление произошло минувшей осенью в Вероне. Среди похищенных картин полотна художников первой величины Тинторетта, Рубенса и Пизанелла. Золотые рельсы. Скандал на Украинской залезнице набирает обороты. Я напомню, на этой неделе депутаты на парламентском комитете по нацобороне решили проверить деятельность этой компании. Речь о коррупционных схемах на миллиарды гривен. На предприятии не исключает существование так называемого института смотрящих, приближенных к семье Януковича. Подробности провели собственное расследование. Давайте посмотрим, что удалось узнать. Дело семьи живет и процветает. Пока Европа и весь мир объявляют санкции против России и окружения Януковича, бизнес-партнеры президента Беглеца успешно продолжают работать на одном из крупнейших предприятий страны. Укрзалезница. Еще на прошлой неделе на заседании антикоррупционного комитета парламентарии заявили о существовании там так называемого института смотрящих, до сих пор курирующих многомиллионные коррупционные схемы. Лебедь Владислав Александрович, Лесников, Станислав Евгеньевич, Федорко Иван Петрович, которые работают там или двое вообще не работают, но имеют право входить в Укрзалезницу, имеют все электронные ключи. Люди, которые так называемые у нас попадают под ознаки или говорят, что они смотрящими. Сложения очень серьезные, суммы величезные, начиная от 50 миллионов долларов, 40 миллионов долларов, 180 миллионов гривен и так далее. По данным нардепов, официально не работающий на Укрзалезнице и не публичный бизнесмен Владислав Лебедь влияет не только на кадровую, но и на тендерную политику всего предприятия. Еще один куратор это Станислав Лесников, отвечающий за все основные контракты. Якобы под их руководством был назначен директор по грузоперевозкам Иван Федорко. Уже на заседании комитета по нацобороне депутаты заявили, именно эти не публичные люди активно лоббируют интересы компании семьи Януковича. Загадана компания МАКО, загадана компания ЛЕМТРАНС, яка асоціюється с представниками режима Януковича, я так понимаю, с его родиною. Окрім того, надана информация о закупивании палива дизельного на сумму близко 24 миллиардов гривен по цене, что есть высшей рынковой. Ем сделаны отдельные снижки о транспортировании украинской залезницею, украинских товаров, згадана руда российского производства, снижка становится близко 20% от цегально-ринковой. По словам журналиста Романа Лепинского, эту скидку предприятия получили уже давно. Это другая вантажная компания в Украине, первая логистическая компания и первая вантажная компания. Они закупили руду через эти коррупционные схемы, через эти махинации, прокручивались, фактически протекают миллиарды гривен. Многие связывают эти схемы с сыном президента-беглеца Александром Януковичем по прозвищу стоматолог. Долгое время вместо зубов сверлившего государственный бюджет. Эти оборудки создались еще за часы Януковича. Были созданы несколько компаний. Метою создания этих компаний было заработать на государственной инфраструктуре, в том числе и на залезнице. Они выигрывали тендеры, и под это все прокручивались шеленные деньги. А теперь эти люди, а именно Лебедь и Лесников, они фактически ездят до России, имея российские паспорты, и получают там вказки, как дальше действовать на пользу фактически страны-агрессоров. По словам юриста Игоря Карачуна, именно так долгие годы приближенные семьи выводили из страны деньги. Броши из государства идут на фирму, на приватную особу, а потом, уже куда они потом идут, уже они раздаются. Тут поле деятельности для правоохранных органов, для НАБУ. Ну, информации столько и открытое, и от працивников «Укрзалезницы». Ответить на сенсационное обвинение нардепов мы попросили «Укрзалезницы», отправив туда запрос еще в начале недели. Однако на наш вопрос, действительно ли у официально не работающих на предприятии Владислава Лебедя и Станислава Лесникова есть пропуска, и какое они имеют отношение к работе компаний, там до сих пор не ответили. По данным депутатов, бизнесмены владеют десятками объектов недвижимости в элитных поселках под Киевом. Едем туда. Именно за этим забором, который тянется на несколько сотен метров, по данным депутатов, находятся дома, принадлежащие Владиславу Лебедю. Видно, что публичности и непрошенных гостей здесь боятся. Вокруг шестиметрового забора колючая проволока, десятки камер и вооруженная охрана. Даже подъехать к воротам простым смертным невозможно. Внутри никто не отвечает. Проверить серьезные обвинения нардепов теперь предстоит правоохранительным органам. Еще на прошлой неделе антикоррупционный комитет решил обратиться с этими материалами в прокуратуру. Ровно как и установить, кто и по чьим указаниям заключил контракты с фирмами, приближенными к семье Януковича. И если эти факты докажут, уже вскоре речь может идти о громких уголовных делах. Оксана Григорьева, Олень Таборин. Подробности. Телеканал Интер. Напомню, новым главой Укрзалезныцы стал польский чиновник и по совместительству рок-музыкант Войцех Балчун. Помимо музыкальной карьеры, за его плечами пять лет управления польской железной дорогой. На этой должности Балчун провел масштабное реформирование кампании и вывел ее из кризиса. Сумеет ли он повторить этот сценарий с Укрзалезныцей и разрушить коррупционные схемы? Поживем, увидим. Предотпускная радость. Сегодня депутаты уже ничего не решали. Слушали министров. Те, в свою очередь, бодро отчитывались об успехах за первую неделю работы. Расставляли приоритеты на будущее. Определиться с главой ГПУ и возобновить сотрудничество с МВФ. Не обошлось без скандалов. В чьей свите обнаружили подозреваемого в связях с так называемой ЛНР. И кого из министров проверят на офшорную заразу, расскажет Ольга Рыцарь. В полном составе министры во главе с Владимиром Гройсманом с утра в парламенте. Рассказывают о первых успехах за неделю. Для уряда сегодня я одним из приоритетов – это дороги. Мы начали работать над вопросом лекарств. Я хочу сказать, что в этой сфере нужно наводить серьезный порядок. Но то, что сегодня уже уряд работает с международными организациями по закупке лекарств, это позволяет экономию от 10 до 90 под некоторым позициям. Но некоторых депутатов больше интересуется, ведь не главы Минэнергетики Юрий Зюков. Как бы он бывший министр топлива, так называемый ЛНР. Про министерство, есть громадская рада. Если эта громадская рада подала свою пропозицию о том, что я не могу к ней не прислушаться. Я возвращаюсь сейчас к Службе безопасности Украины, проверить информацию, наданную народным депутатам Гологом. Заодно премьер поручил правоохранительным органам проверить еще одного министра – Александра Данилюка, есть ли у него офшоры. Сам главный финансист страны все отрицает и уверяет. Этим также занимаются его юристы. А у него есть задачи поважнее. Придет номер один – поновить работу с Минэнергетическим фондом. Это требует очень много усилий. Это требует также вашей поддержки. Первые шаги Кабмина депутаты хвалят, но в то, что коалиция поддержит планы правительства, мало верят. Питания, которые должны поддерживать с метою реформирования страны, на самом деле нет очень кого голосовать. Эти голосов достаточно мало. Мы видим по голосованиям, что всегда заложаются фракции, которые не входят в коалицию. Это возможно, если не идут какие-то принциповые законы, а когда это потребует консолидации залу, то без коалиции неможливо работать. Поэтому парламент – это наша позиция. В таком виде, как сегодня, не используясь доверия людей, доверившись за полтора года до полного правого нигилизма, он не имеет права на существование. Его нужно будет переобирать. Весь этот неделю показал, что нет такого понятия, как коалиция в парламенте. И поэтому уряду нужно очень быстро понять. Або он дальше опирается только на две фракции, это шлях в никуда, и тогда они будут собирать максимум по 170-175 голосов. О том, что коалиция из двух фракций может максимум собрать 177 голосов, показал вчерашний день. В повестку дня не смогли внести изменения в закон о генпрокуратуре. Депутатов просто не было в парламенте. Просто не было. Вчера был полупорожний зал. 107 голосов дала фракция блока Порошенко, у нас 140, Народный фронт дал 65, их 15, когда их не было в зале. Почему так произошло, сами не могут понять. В итоге Юрий Луценко, которого и сватали на генпрокурора, в порыве гнева и вовсе отказался возглавить ведомство. Это идет гра нервов. Это важно распределить так повноважение в середине Генеральной прокуратуры, чтобы ни в кого не было ключевого, чтобы наблюдение за следствием произошло. Уже на следующей неделе состоится всеукраинская конференция работников прокуратуры. Именно там планируют создать два органа самоуправления. Только они будут иметь право назначать и увольнять ближайшее окружение генпрокурора. А это значит, кто бы ни стал новым генеральным, ему не удастся привести свою команду. Депутаты поработали 4 часа и разошлись на каникулы. Вопрос назначения генпрокурора пока отложили в долгий ящик. Снова соберутся 11 мая. Ольга Рыцарь, Ирина Романова, Владимир Самченко, Иван Ермаков. Подробности в телеканал Интер. А все еще обезглавленной генпрокуратуре и громких скандалах, которые ее сотрясают, будут говорить сегодня гости и эксперты ток-шоу «Черное зеркало» с Алексеем Лихманом. Кто станет следующим генпрокурором? Как продвигаются торги за это кресло? И какие еще экзамены предстоит сдать коалиции на двоих? «Черное зеркало» сразу после подробностей. Представителем украинского президента в Кабмине станет польский реформатор Лешик Бальцирович. Автора антикризисной польской шоковой терапии назначил на этот пост Петр Порошенко. Президент провел встречу с Бальцировичем, премьером Гройсманом и словацким реформатором Миклошем. Напомню, Миклош и Бальцирович будут сопредседателями группы советников по реформам при Кабмине. Глава государства отметил, что они станут единой командой, которая реформирует страну. Я принял решение призначити представником президента в украинском уряде, пана Лешика Бальцировича. Мы не гаючи, не просто жодного тижня, жодного дня и жодного часа, мы начинаем эффективную, спильную работу по реформованию Украины. Развитие Украины значительно лучше, чем картинка, которую рисуют об Украине. Я должен показать эти достижения, которые не всегда замечаются Западом. Немедленно ввести безвизовый режим с Украиной и Грузией призвали министры 12 стран Европы. Об этом сообщают в Миди-Латвии. Такое заявление прозвучало после совещания по вопросам безопасности, энергетического сотрудничества и восточного партнерства. Среди глав иностранных ведомств представители Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции и ряда других стран. Кроме этого, министры подтвердили приоритетность политики восточного партнерства и готовность поддержать ассоциацию Украина-ЕС. Генпрокуратура призывает ввести изменения в так называемый закон Савченко, согласно которому день содержания в СИЗО приравнивается к двум дням в колонии. Действующая редакция закона, считают правоохранители, приведет к массовому освобождению опасных преступников. По словам прокурора ГПУ Владислава Куценко, по закону Савченко досрочно уже освободились убийцы, насильники, грабители и совершившие преступления против основ национальной безопасности. Этот закон необходимо менять, но его нужно изменить так, чтобы мы никак не ущемили права надежды Савченко, которую мы ждем к нам в Украину как можно быстрее. И в то же время мы не должны допускать, чтобы разбойники, убийцы и прочие лица, которые совершили тяжкие преступления, досрочно выходили на свободу. Москва и Киев договорились об обмене пленниками. Якобы Надежду Савченко могут обменять на Ерофеева и Александрова уже до конца мая. Об этом сообщает сегодня российское агентство РБК со ссылкой на собственные источники. Мой московский коллега Дмитрий Еловский поговорил с адвокатом Савченко и оценил шансы на скорый обмен. Власти Украины и России договорились о механизме освобождения Надежды Савченко. Новость с таким буквально сенсационным заголовком сегодня появилась на сайте российского издания РБК. Журналисты ссылаются сразу на два источника. Один некий федеральный чиновник, а другой лицо, близкое к руководству Верхней Палаты Российского Парламента. Вот оба этих источника подтверждают. Москва действительно передаст Надежду Савченко в Украину для отбывания наказания, а Киев вернет России двух осужденных военных Александра Александрова и Евгения Ерофеева. Осталось только синхронизировать эти процессы. Для этого необходимо дождаться вступления в силу приговора российским военным. Отсюда и дата возможного обмена, не раньше 18 мая. К тому же необходимо время на перевод на русский язык вердикта, поэтому в прессе фигурирует и другая дата, 25 мая. Вообще тема обмена Савченко на Ерофеева и Александрова последние пару дней всплывает все чаще и чаще. Пресс-секретаря президента России Пескова чуть ли не каждый день спрашивает об этом. Спросили сегодня и российского омбудсмена Татьяну Москалькову о Савченко. Собирается ли она к ней поехать, на это она ответила решительным отказом. Зато у Савченко был врач и общественный деятель Елизавета Глинка. Ряд российских СМИ считает, что благодаря доктору Лизе вообще удалось предотвратить катастрофические для здоровья украинки последствия голодовки. Адвокаты говорят, что визит Глинке это был некий пиар-ход, но добавляет, что Савченко действительно себя с того лучше чувствовать. Позавчера ее видели консулы. Состояние здоровья у нее улучшается. Это связано с тем, что она приостановила сухую голодовку. Она пьет воду. Она пьет специальные поддерживающие смеси. Сейчас она попросила у консулов дать ей несколько сотен конвертов. Она собирается ответить всем тем людям, которые писали ей письма. Что касается информации об обмене Савченко на россиян, то тут адвокаты, надо сказать, осторожничают. Говорят, что слухи не подтверждены, а верить анонимным источникам опасно. Однако добавляют, для решения судьбы и надежды необходима политическая воля. Дмитрий Ивовский, Олег Невдомский. Подробности Московское. Бюро телеканала Интер. Украине нужно дать летальное оружие. Об этом заявил кандидат на должность командующего силами НАТО в Европе Кертис Капаротти на слушаниях в американском Сенате. Он предлагает предоставить украинским вооруженным силам противотанковый ракетный комплекс «Джавелин». По словам генерала, Вашингтон должен предоставить то вооружение, которое необходимо украинцам для защиты суверенитета. Мы проводили учения и помогали Украине технически. Я считаю, мы должны дальше оказывать всю необходимую помощь для того, чтобы Украина могла защитить свою территорию и свой суверенитет. Месяц после брюссельских терактов. Сегодня бельгийские власти анонсировали скорое открытие станции метро Маальбек. Уже со скрипом заработал аэропорт. Но как быстро бельгийцам удастся вернуться к нормальной жизни, узнаем от Софии Гордиенко. Это видео с камер наблюдения аэропорта. Малый джихад братьев Аль-Бакраи. Добродушных бельгийцев теракты сильно встряхнули. Согласно последней информации, перед тем, как привести в действие взрывное устройство, смертники у Табло решали, к какой стойке регистрации подходить. Чекпоинт Американ Эрландс был не случайно мишенью. Журналистские и полицейские расследования показали, страна своих убийц растила десятилетиями, закрывая глаза на их подростковые шалости с законом на Салафийские мечети, прямо под домом на радикализации в тюрьмах и путешествия в Сирию. Как узнали бельгийские журналисты, Наджим Лашраи, смертник из метро, два года в Сирии работал над смотрщиком. Сторожил европейских узников, которые его и познали. Месяц спустя после терактов. Какова судьба выживших, избежавших трагедии и что будет с преступниками? Первые дни после терактов, замешательства, растерянность и обвинения в сторону правоохранителей. Но сегодня их работу местные журналисты оценивают так. Следствие продвигается очень быстро. Проведена колоссальная работа полиции. Около ста обысков. Арестованы шесть человек, которые непосредственно причастны к терактам. И до сих пор ищут возможных соучастников. В 12 часов дня бельгийские парламентарии отдали дань памяти погибшим. Прошли пешком 800 метров от Сената к той самой станции Мальбек. В европейском квартале, где произошел второй теракт после взрыва в аэропорту. Совет министра собирается выделить помощь пострадавшим и родственникам погибших. Что касается планов на будущее, о них власти пытаются говорить общими фразами. Премьер-министр Шарль Мишель сказал только, что нужно просто стараться быть сильнее, чем терроризм. София Гордиенко, Василий Трушковский. Подробности телеканал Интер. Бельгия, Брюссель. Пассажок от Барака Обамы. Американский президент с пятым и последним официальным визитом в Великобритании. Обед у королевы, ужин у наследника престола. И резкая критика в адрес Обамы из уст мэра Лондона. В чем Борис Джонсон обвинил президента США, знает наш британский Сапкор Светлана Чернецкая. Еще до того, как Барак Обама ступил на британскую землю, его статья наделала много шума в политической среде. В популярной здесь газете «Телеграф» вышел материал с призывом остаться в Евросоюзе. Обама не скрывает, это выгодно Америке. Соединенное Королевство является связующим звеном между США и ЕС. И в Евросемье Великобритания будет становиться все сильнее и влиятельнее. Мол, существует слишком много вопросов, с которыми в одиночку не справишься. Вмешательство Обамы в британский выбор уже раскритиковали сторонники выхода из Европы. Мэр Лондона Борис Джонсон в очередной раз обвинил американского лидера в лицемерии. И вызвал шквал критики из-за ремарки о кенийском происхождении Обамы. Мол, у него в крови нелюбовь к британской империи. И оттуда такие нелепые советы Великобритании. Я думаю, это извращенный подход, что Соединенные Штаты принуждают нас еще больше втягиваться в систему, когда уже 60% наших законов исходят из ЕС. В то время как США никогда бы и не представили себе, что будут подчинены какой-либо международной юрисдикции. Визит американского президента с супругой – это больше, чем политическая необходимость. Скорее, визит хороших друзей. Обамы очень хорошо ладят с щитой Кэмеронов. Журналисты отмечают искреннюю легкость и непринужденность в отношениях одних из самых влиятельных лидеров мира. В прошлый раз на Адаунин-стрит-10 Обама и Кэмерон отлично провели время за грилем, поджаривая бургеры. Их жены в это время мило беседовали, подавая салат. Причем хорошие отношения у Обам не только с политической элитой страны, но и со всей монаршей семьей. Их не впервые приглашают на обед с королевой. Кстати, первая леди Америки тогда настолько сблизилась с ее величеством, что под впечатлением даже нарушила протокол, приобняла Елизавету II. А по давней британской традиции дотрагиваться до монаршей особо категорически запрещено. Чрезмерную близость, похоже, спровоцировала сама королева, но пресса раструбила об инциденте, как об огромном нарушении этикета. Так что сегодня особо пристально публика следила за встречей в Виндзоре. Читу Абам с самолета встречали лично Елизавета II с супругом принцем Филиппом. И дистанция между ними всеми соблюдалась очень даже приличная. Кстати, только вчера ее величество отпраздновало свой 90-летний юбилей. Пока неизвестно, что именно подарили ей супруги Обамы. В 2009-м, зная о прогрессивности Елизаветы II, они преподнесли ей айпод. Ну а после королевского обеда президентская чета отправилась на Даунин-стрит поработать. А вечер Барак и Мишель проведут опять-таки в компании монаршей семьи. В этот раз уже младшего поколения. Ужин высокопоставленным гостям устраивают принцы Вильям и Гарри и герцогиня Кейт в своей лондонской резиденции в Кенсингтонском дворце. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности британское бюро телеканала Интер. Заморозка активов в Западной Европе грозит четырем украинским бизнесменам. Как сообщает международное агентство Bloomberg, лондонский суд вынес вердикт арестовать их имущество во Франции и Великобритании на общую сумму 380 миллионов долларов. В статье, в частности, фигурируют имена Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Издание Bloomberg отмечает, что среди ряда активов, которые будут заморожены, вилла Коломойского во Французской Савой на участке в один гектар и лондонский дом Боголюбова неподалеку от Букингемского дворца. Его стоимость около 6 миллионов долларов. Такое решение британский суд принял по иску нефтяной компании Татнефть из Татарстана. Речь идет о деле десятилетней давности, когда по решению украинской Фемиды Кременчукский НПЗ перешел под контроль от Татнефти к Коломойскому и Боголюбову. Лондонский суд решил, что это не соответствует нормам международного права. Ватиканская лепта. Какую сумму собрали католики для пострадавших на востоке Украины? Об этом буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами. В Киеве объявлен план «Перехват». Сегодня на оживленном перекрестке столицы неизвестные в масках отобрали у водителя 2 миллиона гривен. Пострадавший остановился на красный свет светофора. Трое злоумышленников разбили стекло машины, брызнули ему в лицо из газового баллончика, забрали сумку с деньгами и скрылись. Информацию о пострадавшем, кто он и откуда у него такая сумма в полиции пока не разглашают. Избавиться от нездоровых схем в здравоохранении. Кабмин решил отменить регистрацию лекарственных препаратов, уже зарегистрированных в ЕС или США. Насколько подешевеют лекарства после этого и кто вставляет палки в колеса реформам, разбиралась Алла Матюшок. Взяли анализ и сразу сказали, что острый лейкоз. Максим только пошел в первый класс, как попал в больницу. Уже полгода на химии. Препаратов нужно много и все они очень дорогие. Но в больницах полки пустые. Родителям приходится самим доставать жизненно необходимые медикаменты. Анкоспар, аспарагеназа, метатрексат. Мы познакомились у знакомых, которые были на поддерживающей терапии. Сами заказывали в Германии. ОНК, ВИЧ, туберкулез, гемофилия. Всех этих больных должно лечить государство. Но медучреждения до сих пор не получили ни одной ампулы и таблетки еще за 2015 год. Лекарства начали поступать в Украину только на прошлой неделе. Это препараты для ВИЧ-инфицированных, некоторые вакцины. И вот сегодня сам премьер лично встречал вторую партию для онкобольных. Владимир Гройсман заявил, закупка через международные организации экономит почти половину выделенных средств. Нынешние цены оказались ниже в 3-4 раза, чем в прошлые годы. Некоторые фирмы-поставщики, которые много лет подряд выигрывали тендер в Минздраве и через которые воровались бюджетные деньги, зубами держатся за рынок, говорит премьер. И блокируют покупку препаратов напрямую. Изменение системы госзакупок дело нелегкое, но это процесс реформ. Мы несколько раз встречались с дистрибьюторами, которые не хотели подписывать контракты. И уже сегодня шесть из них готовы это сделать. Но что интересно, этим дистрибьюторам уже пришлось в разы снизить цены. Ведь международные организации раскрыли реальную стоимость препаратов. Мы достигли минимального результата на данный момент. Это с меньшей цены, а с большим поставок, с большим ресурсом. Основное прагнение, которое я уже ранее сказал, это то, чтобы международные организации, СМИ, Министерство охраны здоровья, имели как наиболее короткую дистанцию до выработки. В цепочке закупок на следующий год дистрибьюторов не будет, обещают чиновники. Также правительство решило отменить регистрацию препаратов, которые зарегистрированы в Европе или Америке. Кабмин уже подал законопроект Верховную Раду. Тенденция позитивная. Если они также будут эту риторику поддерживать, это хорошо. Они быстро подготовили законопроект, подали его в Верховный Совет. У пациентов появилась надежда. Но теперь дело за депутатами. Станут ли они затягивать процесс или проголосуют в ближайшее время? Незарегистрированные в Украине, но прошедшие контроль качества за рубежом вакцины и препараты уже на складах в холодильных камерах, но пока не могут отправиться в регионы. Алла Мадюшок, Валентин Белич. Подробности телеканал Интер. Какая судьба ждет украинскую систему здравоохранения? Почему никак не найдется кандидат, который захочет и сможет возглавить Минздрав? И что грозит украинцам, если в ближайшее время в этой области не начнутся перемены? Все ответы на эти вопросы найдут сегодня гости ток-шоу «Черное зеркало» и его ведущий Алексей Лихман. Транспортная реформа по Черкасске. В городе катастрофически не хватает общественного транспорта, а в тех автобусах и троллейбусах, которые все еще выходят на маршруты, ездить просто опасно для жизни. Что с этим делать и как выкручиваются местные власти, расскажут наши корреспонденты. Новые троллейбусы выйдут в первые рейсы буквально через несколько дней. Вот они, новые и современные. Их 15. И насколько убиты старые, особенно видно теперь, на фоне новых. Черкассы давно нуждались в транспортной реформе. 90% троллейбусов устарели и морально, и физически. Водитель Петр Федоряка может сравнить старое поколение с новым. Место для инвалидной коляски. То есть сюда закопчивается коляска, ставится вот так, на упор. Еще вот такой поручень, чтобы сручнейше было. В работе он надеянный. После официальной церемонии троллейбусы выходят в пробные рейсы. 15 машин подарило градообразующее предприятие «Азот». Желающих прокатиться на современных троллейбусах достаточно. Но общественники говорят, только новыми машинами транспортную проблему не решить. В городе катастрофически не хватает водителей. Люди, которые сядут, только работали на старых машинах. Их снимают из старых троллейбусов и садовляют на новые. А старые троллейбусы, соответственно, ставят под забор. Мэр успокаивает. В меморандуме, который на днях подписали местные власти и «Азот», этот аспект учли. Уже идет набор желающих стать водителем троллейбуса. Обучение со следующей недели. «Азот» поможет оплатить навчание. А мы, в свою очередь, обязываемся налагодить качественный, постоянный пассажиропотек громадского транспорта. Меморандум о сотрудничестве предусматривает реформы не только в транспортной сфере. Говорят в группе компаний Дмитрия Фирташа, которой принадлежит «Черкасский Азот». Намечены мероприятия как по улучшению и решению транспортной проблемы, так и по благоустройству, по вещам, таким как устройство остановок для троллейбуса, освещение города, детских садиков, спортивных площадок. Федерации работодателей Украины говорят, подобное сотрудничество бизнеса и громад знаковое. Те, которые работают сегодня на маршрутах, они свою роль выполняют, но они не могут брать льготника, увозить или еще кого-то. А благодаря этим троллейбусам, благодаря этому процессу, люди смогут ехать. То есть будет город помогать с льготами. Самая главная задача в этом проекте – это показать, что не надо ждать чуда. Я предлагаю идти работать самим. И это будет чудо. И мы покажем, что это возможно сделать. На выходных специалисты оценят техническое состояние троллейбусов и уже в понедельник они смогут выйти в рейсы. Ольга Иванченко, Вячеслав Медведев, подробности, телеканал Индер, Черкассы. В ОБСЕ недовольны запретом российских фильмов в Украине. Об этом заявила представитель организации по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович. Речь идет о законе, который не позволяет транслировать ленты, выпущенные с 2014 года. На днях его подписал президент Украины Петр Порошенко. По мнению Миятович, Украина должна избежать введения цензуры. Этот запрет ограничивает свободный поток информации. Решать проблему в ОБСЕ рекомендуют в судебном порядке. Петр Порошенко сегодня в Запорожье. Он сообщил о том, что вооруженная полицейская миссия ОБСЕ может прибыть на Донбасс уже в ближайшее время. Результаты моих переговоров в ближайшее время я чекаю запроведение новой оружейной полицейской миссии ОБСЕ для забезпечения контроля режима припинения в огне, для охраны отведенного оружия, для забезпечения вывода оккупационных войск Российской Федерации с территории оккупованных, и для забезпечения эффективного контроля неконтролеванной делянки Украины-Российского кордона. В Запорожье президент представлял нового губернатора Константина Брыля, а несколько часов назад в своем твиттере он сообщил, что решил не объявлять седьмую волну мобилизации, а вместо этого увеличить денежное обеспечение украинским бойцам. И о ситуации в зоне АТО. Количество обстрелов в секторе М сократилось, но все еще продолжают стрелять в Маринке и Широкине. Как изменилась тактика противника, и какой новой угрозе противостоят наши военные, расскажет Руслан Смещук. Позиции украинских военных под Старогнатовкой. Меньше километра, и вот в этой посадке начинаются укрепления боевиков. Под покровом темноты группа диверсантов противника пыталась пересечь линию разграничения. Завязался бой. Человек 5-6. 22-30 было проликнение на нашу территорию от противника стороны. Мы доложили командованию своему. Он нам позволил открыть огонь. Под их прекращением АС они отшли. Военные говорят, по характеру огня боевиков противник понес потери. Однако с каждым днем диверсанты все чаще отваживаются на подобные вылазки. В целом же ситуация на Мариупольском направлении стабилизировалась. Количество обстрелов уменьшилось. Боевые действия не прекращаются лишь в Марьинке и Широкино. Но и когда на позициях тишина, бойцы не тратят время впустую. Петр до мобилизации активно занимался спортом. И даже здесь штангу смастерил. Не получается только когда стреляют. Наверстать упущенное можно всегда. Главное желание. Уверен солдат. Руслан Смещук, Даниэль Косаковский и Антон Чиженко. Подробности телеканал Интерн. Ватиканская лепта. Полмиллиона евро собрали немецкие епископы для Украины, чтобы помочь преодолеть кризис на востоке нашей страны. Об этом сообщил глава конференции католических священников в Германии кардинал Райнгард Маркс. Средства потратят на гуманитарные нужды. Собирать деньги начали по призыву папы римского Франциска. Я напомню, 3 апреля понтифик в ходе традиционной воскресной проповеди объявил 24 апреля днем сбора средств во всех европейских католических приходах для оказания гуманитарной помощи населению Украины. Америка скорбит по принцу. Ему было всего 57 лет. Причины скоропостижной смерти одного из самых популярных американских певцов пока не ясны. Как прощаются со звездой, подробнее наш сапкор в США Тихон Дзитко. Певца-принца сегодня в США вспоминают все. На радиостанциях звучат его песни. Смерть музыканта – главная тема телеканалов. О нем говорят и американские политики, и знаменитости, и, конечно же, миллионы поклонников. Они приносят цветы, как ради дома в Миннесоте, в котором жил певец, а также к клубу, где был снят клип на главный хит принца – «Purple Rain» – «Пурпурный дождь». Принцу Роджеру Нельсону, известному просто как принц, было всего 57. Накануне сотрудники правоохранительных органов обнаружили певца в его доме без сознания. Медики пытались спасти жизнь музыканта. Но тщетно представители принца говорят, в последние недели у него был грипп, а портал TMZ, специализирующийся на знаменитостях, пишет, что за неделю до кончины у певца была передозировка наркотиками. Как бы то ни было, причины смерти сейчас устанавливают. Но по всей стране вспоминают певца. В разных городах здания подсветили фиолетовым цветом, как, например, мост в Миннеаполисе или мэрию в Сан-Франциско. Люди собирались в клубах и просто на улицах, и исполняли песни принца. Вспоминают музыканта и политики. Президент Обама назвал принца творческой иконой. Мало кому из артистов удалось так сильно повлиять на развитие популярной музыки и завоевать любовь такого огромного количества людей, написал Обама. Принц-обладатель семи премий Грэмми, Оскара и Золотого Глобуса записал 39 студийных альбомов. В 2005 году его имя внесли в зал славы звезд рок-н-ролла. Тихон Зитко, Никита Исайко. Подробности. Американское бюро телеканала. Премьер Канады в боксерских перчатках и первая за 100 лет ночь с призраками в замке Гамлета. Об этом и не только в нашем обзоре. Премьер Канады Джастин Трюдо подрался на кулаках. В легендарном боксерском зале Нью-Йорка премьер надел перчатки и провел спарринг с партнером. Трюдо увлекается боксом и даже участвовал в любительских турнирах канадских политиков. В США премьер приехал, чтобы подписать глобальное климатическое соглашение. В зал зашел в свободное время. А вот в Канаде звездой школьного баскетбола оказался мигрант. Парню 29 лет. В конце прошлого года он прибыл из Южного Судана. Джонатан Никола выдал себя за 17-летнего юношу. Обманом получил визу и поступил в Центральную католическую высшую школу в Антарио, где стал лидером баскетбольной команды. Когда обман раскрыли, африканцы взяли под стражу. Свадебное платье из тысячи яиц создали в Китае. Творение дизайнер Кун Нин представила специально ко дню земли. На создание наряда ушло два дня. Кун Нин известно тем, что шьет необычное свадебное платье. В конце прошлого года она придумала наряд из респираторных масок и прошлась в нем по улицам Пекина в знак протеста против загрязнения воздуха. Эко-ралли стартовали в Чили. В заезде участвуют 17 электрокаров. Три работают исключительно на солнечной энергии. Экипажи планируют разогнать своих железных коней до 180 км в час и пересечь самую сухую пустыню в мире, используя при этом только энергию солнца. Состязание в пустыне Атакама продлится пять дней. Редкого белого жирафа Ротшильда удалось сфотографировать в Кении. Из-за генетической мутации кожа альбиноса нежно-розового цвета, а шерсть белая. Первые слухи о белом жирафе появились в феврале, но найти и запечатлеть на камеру его удалось только сейчас. Ночлег в замке Гамлета. Впервые за сто лет датский Кронборг, более известный как Эльсинор, из шекспировского Гамлета, примет посетителей на ночь. Замок откроет двери завтра, специально к 400-летию со дня смерти драматурга. Желающие побывать здесь должны были описать, почему хотят попасть в замок. Ночь в комнате Королевской башни победителю обойдется всего в 9 евро. Ну что ж, несколько минут остается до эфира «Черного зеркала». И с нами на связи его ведущий Алексей Лихман. Алексей, добрый вечер. Скажи, какие, по твоему мнению, главные темы этой недели, и на какие непростые вопросы ты заставишь ответить своих гостей сегодня? Ну, вопросы у нас всегда непростые, Наталья. Спасибо. Я приветствую тебя и наших зрителей. Вот вы знаете, еще в понедельник казалось, что неделя будет очень вялой и малоинформативной. Казалось бы, ну настолько уже вымыты на наши чиновники и депутаты, коалициады, премьеряды. Но не тут-то было. Скандалов насобиралось, наверное, даже не на один выпуск «Черного зеркала». Чего только стоят последние события в Генеральной прокуратуре. Там кипят такие страсти, что мы все уже устали анализировать, что же там на самом деле происходит. Под коверные интриги, борьба за выживание. Ну, некоторые оптимисты уже разглядели во всем происходящем даже старт обещанных реформ. Так, реформируют или все же борются за выживание? Поговорим об этом обязательно. Другой скандал. Ну, наверное, чуть ли не впервые в истории современной Украины у нас не стоит очередь на министерское кресло. Минздрав до сих пор остался не у дел. И это при том, мы помним, что во время коалициады желающих получить министерский портфель было столько, что количество вице-премьеров и министров даже расширили. Неужели у нас полный завал с медицинской помощью в стране? Обязательно об этом поговорим. Поговорим и о депутатах, которые с этой недели начнут получать в три раза больше. А станут ли работать в три раза лучше? Это вопрос, конечно, еще большой. А кому они уже успели сделать добро, как говорится? А о ком попросту забыли? Махнули рукой занятые торгами? Обо всем этом будем спрашивать у наших гостей и экспертов. Разговор, уверен, будет очень непростым, но в то же время и очень интересным. Обязательно посмотрите. «Черное зеркало» с Алексеем Лихманом сразу после подробностей. Следите за развитием событий на нашем сайте. Подробности Юэй. Хорошего вам вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова